Илита Артсплюй Продакшн представляет Ну что ж, поехали. Сначала мы скачиваем скрипт самого сайта. Ссылка на сайт будет в описании. Также очень важная информация, вкусная информация. Скоро будут прекрасные обновления и я специально для вас написал две мини-игры по доте. Скоро я добавлю на сайт две мини-игры по доте. Но я потом сделаю отдельное видео. Все. Нас сейчас интересует закладка макросы, скрипты. Вот мы видим шейкера. Нажимаем на шейкера, скачиваем скрипт. Позже здесь появится видео, пока его нету. Все. Потом открываем Steam, Dota 2, свойства, локальные файлы, просмотрите локальные файлы. Переходим в Game, Dota, KFG. Я буду это всегда повторять и я не устану это повторять. Скачанный файл, он называется шейкер. Заметьте, название шейкер. Я мог его назвать полным именем. Эрш шейкер, эрш шейкер, да. Но название слишком большое и вам будет неудобно вводить его в консоль. Поэтому я специально сократил до шейкер. Давайте посмотрим, что же изменилось. Также обратите внимание, обратите внимание, с каждым видео я стараюсь улучшать скрипт. Делать его все лучше и лучше. Во-первых, добавил я очень важную команду. Раньше была команда такая, эйчо, команда эйчо, да. Она в консоли писала текст. Ну, варь вы само собой ее убрали. Я добавил команду новую, say student, то есть это типа ученик. Суть в том, что когда вы вызываете скрипт, на экране выводится текст, который видите только вы. И я сделал здесь подсказку, как должны располагаться итемы, потому что вы можете просто забыть. Это очень удобно будет для вас. То есть расположение предметов по слотам, так теперь я буду делать так на каждом герое. Ну, возможно и старые скрипты я тоже обновлю. Также я написал, когда начинать использовать данный скрипт. То есть, когда уже у вас есть даггер и дискорд. До этого использовать смысла нет. Написал, use, там такие жаргонные слова, потому что здесь есть ограничение по количеству символов и команду можно писать только один раз. Еще, очень важно, я скажу это первый и последний раз. Напомню, что скрипты я пишу с 15-го года, тогда выходили первые скрипты, потом был застой и так далее. Было множество полезных команд. Были команды типа shift, то есть можно было, как вы в игре нажимаете на shift, держите и отпускаете. Здесь можно было так же сделать через команды. Сейчас этого сделать нельзя. Еще раз отвечаю на вопрос, почему я прописал очень много команд. Мне вконтакте человек написал, типа, лучше ты сделай так, ты зажми руками сам shift, я потом это покажу в игре, кстати, вам. И потом нажми на клавишу F и у тебя пройдет прокаст. Но на самом деле все не так. Если вообще мы будем использовать через shift эти скиллы, то там будет очень долгая анимация и просто прокаст будет ужасно долгий. Я вам это все покажу, короче. Суть в том, что я нашел самый лучший вариант. Мы просто повторяем множество раз эту команду, выполнение, например, нажатие на предмет. И у нас в итоге все будет срабатывать идеально. Все, скрипт мы закинули. Закинули, теперь просто заходим в доту. И мы вернулись в доту. Так, что у нас здесь есть? Во-первых, открываем консоль. Консоль мы можем настроить в настройках дота. То есть нажимаем сюда, переходим в настройки, там ставим галочку. Пишем команду exit shaker. Все очень просто. Так, тихо. Shaker, да. Опа, все великолепно. Также я добавил команду отключения автоатаки. Меня просили некоторые зрители, я это сделал. Это в первую очередь надо, потому что если не было бы этой команды, да, я сейчас влетал бы за шейкера, он бы не делал проказ, он бы начал бить с руки врагов. Если вы хотите обратно включить автоатаку, опять же заходите вот сюда, вот настройки дота, там есть такая тема атаковать автоатакой, все дела. Теперь, вот я использую команду, смотрите, запускается скрипт и он пишет в чат. Это видите только вы. Ну и ваш тренер, если он будет. Но с тренерами никто не играет практически. Теперь, там написано, что используем скрипт, как только у нас появляется дискорд. Хорошо. Также здесь написаны слоты, смотрите. Первый слот дискорд, второй даггер, третий слот шива. Так будет у нас всегда практически. Пятый слот рефрешер. Хорошо. Пробуем. Одно нажатие клавиши F, смотрите. Просто, господи, это шедевр. И, отвечая на тот самый вопрос, почему никогда теперь нельзя будет работать через шифт нормально. То есть, даже если вернут эту команду, я добавлю в макросы... Вот, что такое шифт? Я имею ввиду, вот, задание через шифт. Видите, вот. То есть, он идет по заданию. Да, то же самое скиллы по заданию. Даже если вернут эту команду в консольную, да, и я буду использовать в макросах, не имеет никакого смысла. Потому что, в чем самый большой минус шифта? Он ждет окончания анимации. Смотрите внимательно. Сейчас я скажу подойти ему в эту точку, ультануть и уйти дальше. Смотрите. Он ультует, и потом очень долго начинает уходить. Еще раз, смотрите, внимательно. Так. Еще раз. Ультует и уходит. Очень долго. Вот проблема шифта. Потому что все прокасты, они будут делаться до того, как пройдет анимация. А теперь, смотрите, без шифта. Как работает без шифта? Моментально. Просто моментально. Он ультанул и пошел сразу. Смотрите. Ультанул и пошел. В этом преимущество моего скрипта, который я вам даю. Где множество повторений команды. Что-то происходит все моментально. Через шифт нет смысла использовать. В первую очередь, это относится к прокасту на врагов. Если мы сейчас сделаем прокаст через шифт, смотрите. Ну, давайте я уже тогда возьму шифту. Сделаю прокаст. Я зажимаю шифт, потом нажимаю клавишу F. Видите? Враги отходят. Ключевой момент. Они успевают отойти. То есть, это самый большой минус шифта. И мы никогда с вами его больше использовать не будем. Все. Про это мне даже не пишите. Потому что, когда враги смогли отойти, они могли бы получить там БКБ, там блинкануться и все. Теперь делаем прокаст без шифта. Смотрите. Просто нажимая клавишу F. Враги не успевают даже двинуться. Вот он самый лучший скрипт на шейкера. И у нас все будут такие великолепные скрипты. Единственный минус, что там просто на экране пишется, типа, используется скрипт. Смотри, красным сейчас будет написано. Вот, перезарядка. Ну, я думаю, это ерунда. Вот такой вот у нас проказ. Всего лишь одно нажатие. Невероятный, мощный проказ. Это еще 4 врага. Напомню, что у нас ультимейст зависит от количества врагов. Добавить сюда еще, например, там 5 крипов. Да? Здесь будет колоссальный. Просто колоссальный дамаг. Еще раз показываю. И он теперь всегда срабатывает. То есть, всегда абсолютно срабатывает. Нажимаю на F. Вы видите, да? Все моментально. Потом мы можем с руки кого-то ударить. Все. Враги не могут двигаться. Вот видите, я сделал команду, чтобы бегали крипы. Патрулировали. Они вообще не могут двигаться. Это самый идеальный проказ. И про шифт мы забываем. Еще раз. Бам, бам, бам. И с руки на... Все. А, также я добавил рефрешер. На самом деле, я никогда не видел смысла собирать рефрешер на шейкера. По идее, после нашего первого прокаста умирает много врагов. Когда мы делаем рефрешер, и наш следующий прокаст, он будет в любом случае слабее. Потому что врагов стало гораздо меньше. Есть ли смысл рефрешера, думайте сами. Я никогда не собирал рефрешер. Лучше там всякие аганимы и так далее собирать. Проказ с рефрешером. Напомню, что рефрешер мы всегда нажимаем несколько раз на G. То есть, сначала делаем нажатие на F. Проказ. Я нажимаю много раз на G. Все очень просто. Все просто. Ему там немножко не хватило маны, но ничего страшного. Можете прикупить себе ману. Тем более, у нас там будет аркана, нам маны хватит. Вот такой вот у нас великолепный скрипт. Напомню, что скрипты, они разрешены вальбой. Тоже самый профессиональный игрок Миха или Виха, его зовут. Виха, да? У которого там, по-моему, 8К ММР. Он очень долго играл за мипа со скриптами. Это знает вальбая, и ничего ему за это не было. Поэтому, нагибайте. Моя задача проста. Чтобы у вас все становилось лучше. Чтобы вы становились профессиональнее. Играли, поднимались и так далее. Всем спасибо за просмотр. Расскажите своим друзьям. И так далее. И так далее, и так далее, и так далее. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.